Техасский снайпер. Такое название получила наивысшая форма утраты тезиса, когда доказанным тезисом объявляется любой вывод, к которому приводят рассуждения. Как метко охарактеризовал такой подход Мишель де Монтень, не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого. Название этологической ошибки произошло из истории, когда перегонявшие скот-ковбои увидели амбар, изрисованный мишенями, и точно в центре каждой изъяло пулевое отверстие. Причем по форме и размеру отверстия можно было судить, что стрельбавилась с довольно приличного расстояния. «Кто это у вас такой метки?» – спросили они у проходившего мимо мальчика. «Это мой хозяин», – ответил тот. «Он всякий раз, как напьется, палит по амбару, а поутру, протрезвев, рисует мишени вокруг пробитых пулями дыр». Льюис Кэррол описал результативность такой аргументации следующим образом. «В правильности своего диагноза вы столь же уверены, как та мудрая мать, которая говорит няне, Мэри, поднимись, пожалуйста, в детскую и посмотри, что делает малыш, и скажи ему, чтобы он этого не делал». В конце концов, всякое действие имеет какой-нибудь дорезультат. Как утверждал еще один Кэрловский персонаж, куда-нибудь ты обязательно попадешь, нужно только достаточно долго идти. Если параметры ожидаемого результата не определены, то всякий полученный результат сойдет за ожидаемым. Говоря словами Живанецкого, нас никому не сбить с пути, нам все равно куда идти. Но, например, если поставленная целью было построение коммунизма, то тогда то, что построили, и есть коммунизм. В крайнем случае, если результат уж совсем не соответствует ожиданиям, то развитой социализм, первая стадия коммунизма, что-то же довышло. И, как сказано в Писании, оправдана премудрость всеми чадами ее. Иван Глядвуки, 5 глава, 35 стих. Нередко, увы, проповедники в церкви, не имея четкого плана, цели или темы проповеди, просто прилюдно размышляют вслух, не ведая, куда это рассуждение заведет. Субтитры создавал DimaTorzok